Оль, привет! Пробегай! Кстати, ребята, сейчас тут где-нибудь в углу встанет лавка Зиланта со всякой красивостью. Красивости привезла? Привезла. Вот, Оля привезла нам красивое! Нет, он у меня вон уже раскиданный лежит. Там будет красивое! Сейчас Оля все разложит и будет в перерыве. Короче, мы пойдем Коле за красивое наблюдать. Вот. Короче, я сегодня очень большое трепло, поэтому вы меня затыкаете, чтобы больше песен влезло. Итак, пятнашки — это вторая часть истории про панду и лисерок. Эскалатор подтянется вниз, можно снять капюшон. Только поправишь наушники, вот уже он. Поражая роскошеством люстр, отразившись от стен. Поездами мелькая встречает метрополитен, метрополитен. Все торопятся и суетятся, и куда-то бегут. Через их суету пролегает мой лисий маршрут. Света моря, рогон распахнется, дверями манья. Я бегу, хотя знаю, что панда дождется меня, дождется меня. Каждый день мы, как верные клятвия, спускаемся вниз. Дверь голодна придержит хитро, подмигнет рыжий лис. Извините, прости, знакомиться нет, не могу. И уже по ступеням куда-то кому-то бегу. Кому-то бегу. Мы играем в пятнашки, нам нравится эта игра. Мы встречаемся завтра, неделю назад и вчера. Под любыми предлогами термос и книжки отдать. Поцелуй на прощание и снова куда-то бежать. Куда-то бежать. Это лисии игрушки смеяться, лишь краешком глаз. Это тайный сигнал, он без словов, но понятен для нас. Это то, что даст сигнал, завтра глаза творить. Улыбаться, смотреть и смеяться, но не говорить. Но не говорить. Вот тяжелая дверь ее ручки, натертая медь. Где-то там меня ждет мой смешной азиатский медведь. Привалившись к решетке, меня вспоминает сейчас. Мы играем в пятнашки без слов, только краешком глаз. Только краешком глаз. КОНЕЦ